я приветствую вас дорогие мои друзья вы на канале второй ангел планет и у нас сегодня расклад который будет называться как он там до состоянии партнера расклад для женщины или для тех барышень кто хочет узнать как там он если вы не раз не вместе если вы на расстоянии если есть подозрения какие-то что пока он уехал в командировку может быть кто-то другой что-то другое что-то его вдохновляет больше чем вы и возможно она вас просто не помнит не вспоминает какие у него мысли чувства в этот момент может быть его тут на сторону соблазняют соблазняется ли он была ли измена собственно да пока вот вы или не вместе или в паузе или вот расстояние такое да что может быть там отвыкли там в этом состоянии в этой паузе он мог на что-то пойти на на какую-то неосознанную сделку совестью и на кого-то соблазниться ты пока поставь лайк не забудь подписаться мне на канале много интересных раскладов обязательно в комментариях пиши какой номер колоды ты выбрал или выбрала и мы продолжим под номером один у нас колода колода монара мы на не будем смотреть как он там номер два это колода круглая колода таро круглая таро круг жизни обычно я на ней смотрю гола годовые расклады и следующая колода втором это у нас таро безумные луны и так будем приступать сосредоточьтесь подумайте о нем подумайте что это за человек и как он там и давайте посмотрим монара монара давайте посмотрим номер один состояние партнера какое же состояние у партнера в данный момент времени там где он находится рядом не рядом ли какое его вот внутреннее состояние на самом деле тут желание такое я бы сказала пошлое отношение на показ слишком откровенно и слишком непринужденного на относится к вам к вашей персоне и такое вот отношение состояние что мне все можно мне все позволительно это вот сейчас такое внутреннее его состояние да и состояние которое он скрывает давай посмотрим сексуальное влечение скрывает для тех кто выбрал колоду номер один скрывает воспоминания по крайней мере вот о них не говорит состояние которое он показывает что он весь занят что он весь занятой человек весь в работе что ему некогда на самом деле может быть и некогда но действительно работа но приходится скрывать конечно же на работе как тут вот как не скрывать собственно сексуальное какое-то влечение да и давайте посмотрим какие же его мысли сейчас тянутся к вам мысли тянутся к вам мысли в обиде что он чего-то недополучил обидно такая чего хотел вот того не получил что странно что вроде как хочу хочу а вот чего-то не получаю и не надо вот так меня отталкивать я тут вот к тебе тянусь но с другой стороны да это не совсем те мысли эмоции в данном случае которые ему нужны они неправильные потому что он тут сам в этом отношении к вам недоработал не так добивался хотел вашей благосклонности не тем путем просто добивался обижен и сам на себя может быть обижен что не тем путем добивался вас не было выдержки терпения было давление и давайте посмотрим его сейчас сексуальное состояние до помимо того что он скрывает что действительно сексуальное притяжение скрывает ждет вашего проявления все как в романах хотелось бы до вашего проявления вот немножечко такой романтичный настрой пошел хотелось бы вашего проявления в его сторону подсознательные чувства которые сейчас испытывает это чувство свободы хочет быть свободен или хочет быть в свободных отношениях ну в общем то собственно не мешайте ему быть свободным называется но ведь не знает что действительно тут не стоит мешать человек просто хочет быть свободным ходить с кем хочет куда хочет и встречаться с кем хочет но естественно не нести никаких обязательств никаких ответственности не нести никаких намерений не иметь это вот такие свободные отношения в подсознательных чувствах в осознанных чувствах что же у него в осознанных чувствах этот человек очень трудно сдвигается на сторону принятия решений о серьезных отношениях это значит что человека трудно будет убедить или вовлечь в то чтобы он первый делал шаги ухаживал делал предложение руки и сердца в данном случае вот тут вот он бежит конечно от ответственности и как только ответственность наступает он так мнение нет я на такое не подписывался не согласен это прямо по осознанным чувством до что такой период ну зачем да собственно мне вот вот это зачем что называется хочется свободы подсознательно не осознанно осознанное чувство говорят о том что нет и давайте посмотрим какие люди его сейчас окружают он успевает и отдыхать а он успевает даже что-то праздновать с друзьями он успевает конечно же на других барышень засматриваться заглядываться окружает его те люди которые могут в некотором роде нести угрозу но вот это угроза такая надуманная рядом с ним те люди которые могут прямо пугать его ну вот тут он сам мужские справиться с чем не справиться то это уже да не угроза это какой-то прямой конфликт который там может быть и не только он попадает в эти ситуацию его друзья тоже попадают да в какие-то конфликтные моменты вот с кем он общается он просто понимает что и со мной такое может быть что раз вот про угрозу намекнули и я вот тут вот могу тоже это получить да это может быть угроза как на работе если он уехал в командировку какого-то конфликта потери работы ощущение того что меня прижали к стене деваться мне некуда ощущение того что вот друзей такое случилось со мной может случиться конечно же а вот вот это вот окружающая действительность до состояния такого что ну ладно терять нечего ну может быть тут и попразднуем еще состояние такое с одной стороны подсознательно чувствует что какая-то угроза есть да вот его свободе его личности там его мечтам с другой стороны довольно легкомысленно может отнестись сказать ну и ладно вот пусть она есть а я успею зато воспользоваться этими дарами но живем сегодняшним днем пока есть есть угроза есть опасность есть ну посмотрим куда это дальше вы видите поэтому люди тут такие окружают и друзья которые с таким же сталкивались но вроде как они к этому относятся ну и пойдем дальше то есть не так страшен черт как его малюет давайте посмотрим что у нас по отношению к вам да какое отношение у него вот так вот и велика или на расстоянии где он там находится пусть даже не с вами прям какое отношение к вам он сейчас испытывает отношения отношения перезагрузки отношения того что он пережили какой-то период сейчас они вместе сейчас на расстоянии сейчас ощущение все таки такого таймаута и мысли размышления стоит ли возвращаться или нет это переосмысление всех отношений это очень много мыслей очень много дум но и в то же время понимание любви это принятие человека он понимает вас но и себя тоже понимает что вы разные просто как с этим дальше жить да тут же чувства тоже какие то есть и сексуальное увлечение есть и давайте посмотрим была ли измена пока вот вы были не вместе тут по картам конечно показывает что да что измена была потому что идет обман идет как раз вот это тяжелое состояние которое было без ответственности что тут есть измена есть тот момент что этого тяжелого человека кому-то удалось расшевелить и конечно же соблазн на стороне и приятельские пьянки гулянки встречи до в той обстановке в том окружении где он сейчас находится есть то есть человек тусил гулял кого-то тут вот встретил то есть это вот о в измене идет расклад конечно общий проиграется не у всех и не у каждого именно так прям по стопроцентным ощущениям так как это все таки рандомный момент для тех кто выбрал первую колоду один из вариантов проигрывания ее что человек просто вам не скажет всю правду не расскажет до конца вы об этом никогда даже не узнаете он будет отнекиваться и говорить нет потому что это обман все-таки до конца не скажет она соблазна соблазнится по своему свою ситуацию видит а так соблазнится и давайте посмотрим что у нас идут будут развиваться отношения дальше что у нас идет по следующей позиции на развитие дальнейших отношений ношения дальше будут развиваться развиваются отношения по схеме что мы друг друга знаем давно отношения развиваются по схеме ты мне я тебе отношения с одной стороны партнерские с другой стороны они такие уже зрелые опытный друг друга знаете друг друга понимаете знаете что друг от друга ждать какой ваш партнер он вас может ранить но и вы можете ему обратку вернуть он вот может наказать да на расстоянии держать на каком-то и вы тоже можете нам в ответ что-то такое сделать чтобы вот но ему не понравится может быть в этом плане поэтому отношения тут будут развиваться ну и конечно же развиваются они исходя из мудрости и терпения потому что тут понятно что человек тут и изменить мог и или соврать или солгать да обо всем этом но тут вам надо быть хитрее это совет для женщин потому что на взаимной манипуляции все происходит да ты мне я тебе ты знаешь про меня то то я то то ты мне вот это делаешь и я вот это и если тут идет такое то это вот такой взаимно компромиссные отношения которые могут быть и они могут быть выстроены по-другому и тогда вы будете понимать друг друга и конечно же это связано с перезагрузкой до мужчины с перезагрузкой в его отношениях но тут вам терпение мужество и смелости еще и хитрости потому что надо держать себя в руках никаких взрывов претензий на макаронных фабриках потому что все эти обиды которые связаны мужчины по состоянию да по обиде когда когда мы смотрели что-то у него мыслях эти все состояния как раз и завязаны вот именно на этой обиде когда идет вот абьюз высказывание претензий это было вот об этом был расклад с колодой манара кто выбрал колоду номер один манара это был расклад манары давайте перейдем к колоде номер два для тех кто выбрал колоду номер два это у нас колесо жизни круга это роз колесо жизни для тех кто выбрал колоду номер два сосредоточьтесь подумайте до мужчине как он там что у него там и давайте посмотрим состояние партнера состояние партнера это его внутренний мир он сейчас находится в состоянии раздумий размышлений состоянии принятия времени какое действие он видит а ситуацию по-своему и тем не менее для мира этот человек открыт он живет своей жизнью смотрит и в прошлое и в будущее черпает какие-то стратегии для будущего поведения из прошлого в общем тут человек который но он с одной стороны не торопится никуда другой стороны глубокий анализатор а с третьей стороны открыт да ну что будет то и будет вот такое принятие по-своему видит конечно ситуацию но принимает как есть и состояние которое он скрывает давайте посмотрим стрессовое состояние скрывает от вас скрывает вниз по лестнице вниз летит его затягивает пучина неприятных событий затягивает поэтому конечно тут есть о чем подумать о чем размышлять тем более в стрессе тем более в стрессовом состоянии тем более знает что происходит с ним не хочет вам говорить вряд ли вам будет интересно даже если будет интересно человек который не привык жертвить и говорить что вот ему плохо пожалейте меня он будет скрывать эти состояния да они тяжелые да это падение чтобы его не жалели и не сюсюкали с ним это вот об этом моменте давайте посмотрим что у нас происходит по состоянию который он вам показывает покажет да он покажет что в принципе в его жизни все хорошо что он готов дальше двигаться что он готов к партнерству что он не готов рассказывать про свои проблемы но он вот довольно дружелюбно будет настроен для своих людей для остальных он выставил границы в свое поле ментальное к себе подпускает только тех кому начинает доверять и естественно и помогать он будет только тем кому он начинает доверять потому что с остальными границы границы находится вон там и поэтому остальные не знают какой стресс он может испытывать какое психоэмоциональное состояние человек там может испытывать и давайте посмотрим какие у него мыслям конечно же в связи с тем что он выстроил границы и выстраивает их он может быть агрессивно настроен до виду того что там стресс виду пережитых стрессовых моментов у него не может быть вокруг прям сильно много таких друзей которым мы бы он доверял он может крикать и критиковать агрессивно к остальным быть настроенным может жестко относиться ну потому что вот пережил да и теперь вокруг все враги мало того что он никогда не скажет своем стрессе мало того что у него выстроенные границы но он доброжелательно будет относиться только для тех людей кто рядом ну вот так вот помыслим да по его он может прямо агрессировать до выстраивать свою иерархическую систему свою авторитарную структуру вокруг себя потому что границы выстроены и вот это выстраивание ведет к тому что вокруг опять надо наводить порядок что-то выстраивать под себя он делает это под себя и давайте посмотрим его сексуальное состояние очень много желания хорошие сексуальное состояние относится она конечно же к вам это желание к вам прийти приплыть человек все знает о любви и о наслаждении тут хорошее сексуальное состояние и давайте посмотрим его подсознательные чувства так как человек может быть в борьбе то их подсознательных чувствах он тоже борется удерживает ему надо и цели добиваться и деньги а лишние не потратить и помочь только тем людям кто рядом и кого не надо послать куда подальше а как это сделать как удерживать баланс вот вот это состояние баланса что я лишнего не отдам но и любви тоже не отдам она есть и иногда он даже не знает от кого он защищается он даже не знает топливу к нему пришел добрый ли или плохой он просто не пускает дальше границ как денег не отдаст так может и любви не отдать и тут есть некая закрытость опыт сознательным чувством не давайте посмотрим что у него по осознанным чувством по осознанным чувством у него везде все правильно везде все в изобилии подсознательно он тут выстроил границы любовь не пускает но на самом деле вот по осознанным чувствам он прямо таки человек который создает вокруг себя изобилие но знаете тут есть состояние эгоизма делает он это для себя и делает он исходя из того что правильно потому что четко выстроена иерархия вокруг четко выстроены границы человек делает это для себя в первую очередь а кто в его окружении тот получит его благодарна благодарность и благосклонность это по осознанным чувством и мыслим да который у нас есть и давайте теперь посмотрим какие же люди его окружают его окружают враги но тут конечно у человека у которого так выстроена система вокруг конечно же есть враги конечно же он может всех победить конечно же даже потенциальные друзья от него отвернутся когда все вокруг враги вокруг него люди которые могут с ним выпивать но он им не доверяет потому что может отвернуться от таких людей не то что он хочет да не всегда они его вовлекают в питье и тут могут быть последствия эта карта может проигрываться двумя путями человек понимает что он пьет и ему плохо но ничего поделать не может но это на самом деле не он пьет а духи через него пьют а ангелы от него отворачиваются или все таки вот но он слабый такой данный нас может быть слабая воля слабый характер и он ведется на эту пьянку второй момент что все таки это какие-то гулянки такие человек себе позволил но ему с утра плохо в общем эта карта вот об этом о том что тут могут быть такие моменты мы на расстоянии да мы просто знаем что если вы знаете что ваш мужчина пьет то вот как он да к этому относится если не пьет то может быть там праздновать или чуть-чуть выпивать ему может быть просто плохо потому что там его вовлекли до выпить что-то отпраздновать хорошие друзья и партнер его окружаются также еще и с кем-то он может и женщин общаться держится он ну как учитель ну по крайней мере он хочет мудро выглядеть и очень большую ношу на себя берет но в принципе выдерживает то что я смотрю он просто ну из заботы да ну когда расслабляется конечно там кругу друзей из компании что-то праздную или выпивая может да когда к нему обращаются он таким образом пускает свой круг людей расслабляется и может помогать в этом плане может поддерживать других людей конечно же тут на этого человека как на надежного смотрят можно на него опереться но и не только мужчины смотрю да ну и женщина понимает что можно на этого человека положиться кого не надо он пошлет кого свой круг примет будет заботиться будет создавать изобилие пусть даже для себя но там ну и мне перепадет о чем могут думать другие личности в состоянии этого мужчины давайте посмотрим отношения вам какое у него к вам отношение он вас не прочь контролировать и конечно же он если прям вот издалека человек до хочет к вам приехать это открытая дорога также это о контроле об отношении к вам и прямо может спешить к вам да и сам свою жизнь человеку контролирует и ей управляет и тут управление контроле может быть и на вас распространяться он может и контролировать как вы там что у вас там я сейчас приеду вот должно быть то-то то-то да потому что человек жестких правил и такое есть но не жестких но по крайней мере какие-то такие строгие моменты могут проявляться в его жизни по отношению к вам была ли измена посмотрим нет измены не было он пошел на компромисс это все-таки договора высокого уровня со своей совестью даже вот тут вот и идет соблазн но этот соблазн он просто сохранил для того чтобы он довести до вас вернуться все-таки к вам из далекого путешествия из командировки и все-таки придержать коней скажем так здесь все-таки не было измены у нас вот в первом раскладе намек был на измену все-таки но и человеку тут тяжело было сдержаться но он победил себя победил сам себя пришел компромиссу сам собой договорился нет вот есть у меня женщина я к ней я бегу спешу на всех парах и я ее буду поддерживать и давайте посмотрим как будут развиваться отношения дальше он расстроен сильно расстроен бывает переживает переживает много переживаний сердце разбивается на что называется когда сердце разбит перекрывается дороги и вот тут желательно вам друг друга не разочаровать тут уже даже как совет карты с пониманием относиться к тому что человек пережил стрессовое состояние не доверить другим людям понимать почему он так сделал и все-таки когда вы вошли в этот круг его круг когда он вас принял когда он вам дал буквально ключи от своего сердца не разбивать его сердце но и самой тоже не убиваться по многим поводам на вы друг друга только начинаете понимать и друг другу только открываться чтобы понимать о чем чтобы чувствовать друг друга как будут развиваться отношения хорошо не будут развиваться будет конечно в какой-то период застой но но зато за стоит а стабильности а стабильности а в чувствах и в отношениях тут и измены не было и человек такой осознанно подходит ко многим вещам и он готов быть рядом с вами потому что вот долго контролировать не расслабляться и быть в стрессе и это на самом деле тяжело и иногда хочется просто человеку побыть вот там где он есть и никуда не торопиться не спешить иногда все таки хочется да и нужно отпускать этот контроль потому что его очень трудно тяжело удерживать этот контроль постоянно постоянно жить контроля жить в контроле это тяжело для сердца это конечно приятно для ума для мозгов но тяжело особенно в чувствах поэтому тут конечно же чтобы чувство не ранить не задеть совет карт такой понимать и принимать почему так ну и любить как есть тут по-другому никак когда у человека такое в жизни происходило это принятие этого принятия это понимание и это человеческой мудрости не озарил их отношениях вашей жизни это была колода номер два круг жизни для тех кто выбирал коров колоду номер два колода круглая круглая таро круг жизни сейчас мы будем смотреть тот расклад кто выбрал колоду номер три это у нас напоминаю таро безумной луны сейчас перемешаем для тех кто выбрал таро безумной луны третья колода третий расклад у нас как он там а настраивайтесь сосредотачивайтесь что там с партнером какое его состояние какое состояние партнера его состояние это забота он находится в заботе он открывает мир и свой внутренний мир и в заботе он о тех людях кто меньше его кто младше его то могут быть дети это могут быть люди в подчинении за которых он отвечает он находится в ответственности перед ними и в заботе чтобы ему процент все он всегда благоволило и все в его жизни было хорошо конечно же он из мудрости так делает так поступает людям отдает чтобы люди которые были вокруг него чувствовали себя комфортно с ним и его любили смотрим что у нас состояние которое он скрывает что по состоянию а любви говорит и думает о любви но скрывает притяжение с вами он скрывает что же он тогда показывает не может он скрыть только одного что ему прям плохо тяжело без этой любви вот тут он показывает умеренность что все хорошо но с другой стороны вот в этой умеренности видно что ему энергии не хватает и вот этой любви не хватает по этой умеренности что нужно все таки состояние чтобы его любили не зря же он тогда идет в отдавание не зря он думает о любви не зря это скрывает просто в этой умеренности видно проглядывается тот момент что ему нужно восстановление ему нужно это восстановление через любовь от других людей кто извне кто бы это ни был и коллеги и дети кто рядом о ком он заботится и люди кому он любовь отдает он хочет обратной связи он хочет чтобы его тоже любили его мысли смотрим его мысли мысли у него конечно же тут о работе человек который за все берется и тут все у него получается он хороший организатор на нем все держится тут мысли я бы сказала о работе на любовь скрывает а мысли о работе на тут погружен в работу он очень много отдает и людям вокруг работе отдает все ладится сладится за чтобы не взялся надо все починить все сделать все у него растет и процветает без него буквально фабрика встанет без него все встанет да все сломается некому будет починить только он знает где найти гайки шайбочки и как все починить вот прямо буквально человек мотор человек который все может сделать человек который вот прям нужен необходимые руками и головой и выдавание и понимает всех вот в общем прямо сильно нужный человек состояние у него такой у нас да по мыслям его мысли какой же у и тогда у него сексуальное состояние до по отношению к вам человек ведомый по сексуальным состоянием вот куда скажем да вот привести туда и пойдет скажу тоже на помощь туда туда и пойдет и конечно же ему нравится проводить время там где ему хорошо и приятно тихо хорошо спокойно и приятно это не горение страсти это как минимум вот какие-то неопытные моменты в отношениях потому что сам не знает а вот где приведут скажет он же больше времен работе уделяет да и людям вокруг хочет чтобы его любили но в сексуальном плане тут не опытность проявляет не знает как тут действовать конечно же туда приведут его туда и пойдет по сексуальным состоянием поэтому зная это вы можете это использовать себе во благо чтобы к себе человека располагать сознательное чувство посмотрим сознательное чувство боится страх однеть страх что им будут пользоваться страх что денег не будет хватать чтобы безденежье что он будет не удовлетворен не работой не карьерой не любовью не партнерством не тем что вокруг это постоянное думание о том чтобы его не использовали чтобы его действительно любили истинно любили и чтобы он вот не скрывался ни от кого потому что сознательных чувствах он скрывает да и любовь скрывает и разочарование скрывает о том что им воспользовались это большое разочарование в его жизни было не хочет повторения этих моментов не хочет наступать на те же грабли это жесткие грабли еще раз на них точно никого не хочется наступать кто бы это ни был или давайте посмотрим по осознанным чувствам что идет по осознанным чувствам человек очень силен у него свои стратегии он хорошо умеет чувствовать других людей иначе не зря бы он вот так вот работал и был бы незаменим он хорошо умеет играть манипулировать на этих чувствах он хорошо понимает кто страдает он возможно не видит но прекрасно все понимает ну и чувствует тут осознанных довольно много но он старше опыт не мудрее не обыграет в чувствах кого угодно он сумел прочувствовать да такой опытный человек опытный мужчина сумел прочувствовать понять и возможно обыграть давайте посмотрим в какие же люди его окружают да сейчас что там с ним есть предатели в его окружении есть женщины женщина тут тоже или подчиненные или дети или что вокруг себя он аккумулирует и рядом тоже женщина которая вокруг себя аккумулирует такую же энергию это параллельная энергетическая реальность и тут достаточно женщин вокруг вокруг него достаточно женщин и не зря человек такой прямо скажем да все делает все у него в руках горит кипит почему бы нет одна женщина такая прям амазонка другая прям отдохнуть вовлекает его идем со мной я теперь все покажу тот он будет на эмоциональных качелях к тому конечно в раздрае хочется и жизни праздника но человек осознанный он прекрасно вот все это понимает он выше этого человек может по-другому воспринимать это все ему говорят идем со мной я тебя привлеку но вот ему ближе да то кто его но привлекает увлекает эта женщина которая аккумулирует такую же энергию такой же уровень энергии но она не смотрит на него конечно же вот тут свободная женщина амазонка тот может на него смотреть которая сама все может у которой у самой стальные яйца вот она может его завоевать а женщина которая аккумулирует такую же энергию она смотрит то ли на своих подчиненных то ли вот на своих детей до зависимости от того где мужчина на работе или где-то в другом месте она не смотрит на него она смотрит сейчас вот в другую сторону о себе здесь она думает о себе давайте посмотрим последующие позиции отношения к вам вы вопрошаете до отношения к вам ох у нас прямо 5 отношения такие хорошие у нас где была колесница когда он ехал прямо прям к вам до в прошлых раскладах здесь тоже человек готов прийти к вам на помощь приехать вот прям по любому золу мало того что он ведомый вашу сторону он готов приехать если вы на расстоянии и деньгами помочь и прямо все таки проблемы решить ваши готов конечно вот тут он выдавание человек кануну ведомый человек до его ведут но и ошибиться боится понимать что его ведут другие люди могут им пользоваться но так как вам есть любовь и он ее скрывает он приедет это вот вот это отношение да как он там если он там на расстоянии и давайте посмотрим что у нас про измену было ли все таки измен нет измены не было соблазн был но он победил нашел себе силы сохранить свою мощь мужественность и тут чувств не было никаких смог совладать эта борьба с самим собой смог выдержать это испытание измены измены тут конечно же не было и давайте посмотрим как будут развиваться отношения дальше будут ли они развиваться до развиваться будут он ваших ног человек который вас любит человек который боится чтобы вон на предали боится ошибиться человек который не подвластен соблазнам человек который умеет выстраивать стратегии у ваших ног вам осталось только мирно все это принимать и любить и поддерживать это очень хороший расклад мне кажется это самый лучший третий расклад хотя он не на колоде втором безумной луны но здесь мы просто вообще все те женщины что рядом его не интересует едет он к вам и и он у ваших ног это был третий расклад 3 колоды втором безумной луны кто выбрал колоду номер 3 обязательно в комментариях пишите как она у вас проигрывается подписывайтесь если вы еще не подписаны и конечно же жду вас на личных раскладах и буду рада и благодарна поддержке моего канала все ссылки есть в описании канала жду вас обнимаю увидимся с вами еще увидимся желаю вам счастья любви и удачи пока пока удачи удачи